К заместителю губернатора по социальной политике Галине Астердак на прием записались 6 ленинск-кузнечан. Галина Петровна Дьякова, мать ребенка-инвалида, не смогла сдержать слез. Дочь Татьяна родилась в ДЦП, передвигаться сама не может, на инвалидной коляске ее возит мама. Сейчас Татьяне уже 17 лет и выносить девушку на улицу женщине стало сложнее. Тут прочитала про Ролопатус. Мне надо 3.30, но не получается скопить. Моя пенсия, ее все равно же все дорого. В прошлом году коляску германскую купила я за 40 тысяч хорошую, 14 килограмм, все. А на Ролопатус нет, но она растет, я старею. Мы дадим поручение, напишите, департаменту соцзащиты населения проработать вопрос о возможности установки Патуса и оказать материальную помощь на его приобретение. Татьяна Чарухина тоже воспитывает ребенка-инвалида. Несмотря на проблемы с опорно-двигательным аппаратом, Михаил ведет активный образ жизни, занимается спортом. Тренируется в клубе «Спартанец» под руководством Татьяны Ельцовой. Уже выступал на городских соревнованиях по жиму штанги лежа среди инвалидов. Показал неплохие результаты. Сейчас его мечта выступать на соревнованиях более высокого уровня. Галина Астердак пообещала, что у Миши будет возможность продемонстрировать свои способности. Специальную коляску ему предоставят через фонд социального страхования после прохождения медико-социальной экспертизы. Многодетная мать Ирина Федяева пришла к заместителю губернатора с просьбой предоставить ее семье корову. Она не раз слышала, что губернатор Кузбасса оказывает такую поддержку многодетным семьям. Мне очень нужна корова. Потому что детишки маленькие. Надо молочко отворок. Сейчас очень дорого. Молоко без молочка не может. Скорее всего и эта просьба будет решена положительно. С одним лишь условием. За животным должен быть хороший уход. Я вообще-то проработала и дояркой сколько лет, и сама с деревни. Мы все сделаем для того, чтобы у нас была коровка. Мы ее и прокормим, и, как говорится, и поднимем все. Следующий прием руководители области в Ленинске-Кузнецком проведут 20 июня. В два часа дня на вопросы Ленинск-Кузнечан будет отвечать начальник департамента по строительству Андрей Кравченко. Предварительная запись до 19 июня по телефону 3-22-73.